ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, короче, начинать. Вернёмся в прошлое, когда Мартин только начала осваивать меч. Я не позволю тебе порочить фехтовальное искусство, Сяньджоу. В таком случае, тащи сюда своих мехов. Мы сразимся. Возможно, ты и я странный язык перед дракой, но когда ты отведаешь мощи мехов, сама же приползёшь умолять продать тебе одного. Нихуя себе, это что за смех был? Значит, я буду мириться с силами с тобой, учитель Яньцин? Ну давай, давай, ты сможешь. Всё, давай, суперсилы используй. Всё, всё на него херач. Смотрите-ка, это же наша Дева-Рыцарь Март-7. А как она одна должна с ними сражаться? Это же просто жесть. Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры. И по традиции, сначала у нас книги. Но прежде чем начнём, сообщаю. У меня есть страница на Бусте. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Бусте. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Дискорд для общения и обсуждений Хонкай Старрейл, хорроров и много чего ещё. Жду тебя там. Все ссылочки в описании. Итак, сначала начинаем кодекс большой шахты. Свод правил о том, что можно и что нельзя на территории большой шахты. 8 норм. Соблюдайте распоряжение административного комитета большой шахты. Соблюдайте режим общежития. После 23.00 освещение должно быть выключено, чтобы не мешать отдыху других шахтёров. Соблюдайте тишину и порядок на территории общежития. Поддержите чистоту на территории общежития и бережно относитесь к общественному имуществу. Соблюдайте порядок дежурств. Разрешается проживание членов семьи шахтёров. Члены семьи также должны передерживаться правил проживания в общежитии. Соблюдайте правила техники безопасности. Немедленно сообщайте о любых инцидентах и нападках со стороны бродяг. Изучите способы спасения и эвакуации. Придерживайтесь указаний руководящего персонала в случае чрезвычайных ситуаций. 8 запретов. Запрещено создавать шум, устраивать драки и наносить визиты другим постояльцам общежития в часы отдыха. В общежитии запрещено использование энергетического оборудования на геосущности для бытовых нужд, а также использование открытого огня. В общежитии запрещено проносить опасные предметы, холодное оружие, детонаторы и другое. В общежитии запрещено хранить ценные вещи. Администрация общежития не несёт ответственности за кражу имущества со стороны бродяг. В общежитии запрещено проведение азартных игр. В общежитии не допускаются лица, которые не являются членами бригады, в особенности бродяги. Не допускается нанесение ущерба общественному имуществу на территории общежития и в отдельных комнатах. Не допускается нахождение в общежитии в рабочее время. Окей Спасибо Так, вот это смотри, я еще так решил, что если вот собрано все Тогда читаем, иначе запутаемся Что-то открыли, что-то не открыли Ярила, бог весны и войны, традиционный миф северного региона Ныката Интерпретации и анализ мифа Фольклористами О, блин, то он, наверное, слушает много Да Миф Ярила, бог весны и войны Перун, бог грома и молнии, верховный бог пантеона У него медная борода, в одной руке он держит чит, а в другой топор, которым он убивает грешников и уничтожает злых духов После броска топора грохочет гром и сверкает молния И после топор сам возвращается в руку владыки Я где-то такое уже видел Перун управляет двухколесной колесницей, в которую запряжен баран Когда он убивает демонов в небе луком и стрелами, в мире сверкает молния и грохочет гром Враг Перуна, Велес Изначально Велес был богом войны, но теперь он ведает землей, водой, лесом и подземным миром Получеловек, полузмей Велес имеет рога на голове, густые волосы и длинную борду Он пасет скот на поле смерти В его руках богатство и урожай, музыка и ночь Он искусен в магии и обмане Тоже что-то знакомое, да? Перун преследует Велеса на земле, атакуя его молниями с неба В то время как Велес превращается в различных животных Прячась за деревьями, домами или людьми В результате разъяренный Перун также то и дело попадает в деревья, дома и даже людей Озорник Велес взбирается из сырого подземного мира, чтобы украсть скот, жен и детей Перуна Последнюю ночь в феврале у Перуна родился десятый сын Ярила Той же ночью Ярила был украден и доставлен на поле смерти, где его вырастил Велес После смерти влажная луга, где вечно царит весна и где Ярила помогает своему приемному отцу Велесу охранять скот Поле смерти тянется через море и каждую зиму сюда прилетают птицы Ярила не всегда жил под землей Он был богом полной молодой жизненной силы и контролировал размножение скота и рост растений В конце зимы он возвращается с поля смерти, чтобы принести на землю весну и плодородие Этот процесс непрост Ярила должен использовать свою силу бога и весны и войны, чтобы прогнать холод и ночь и принести весну в мир Первой богиней, заметившей возвращение Ярила на землю, была Марана, богиня смерти и природы, дочь Перуна и младшая сестра Яила Они полюбили друг друга и сыграли свадьбу в день летнего солнцестояния Священный союз двух богов символизировал обещание плодородия и изобилие растительности Эта свадьба установила короткий мир между Перуном и Велесом, поэтому урожай поздним летом был особенно богат и обилен Но Ярила не был преданным мужем В отместку за неверность Марана убила Ярила во время жатвы Она использовала и часть его тела, чтобы построить новый дом Вдовствующая Марана превратилась в нелюдимую ведьму, страшную и опасную богиню смерти И принесла на землю мороз и зиму А в конце года умерла и возродилась весной В это время Ярила, возродившаяся после смерти, снова вернулся на землю И миф возобновил свой ход с самого начала Этому круговороту жизни и смерти много лет Неверный Ярила умирает во время сбора урожая А одинокая Марана умирает в конце года Два бога перерождаются, снова влюбляются в друг друга, каждый год принося богатый урожай До осеннего урожая Марана, как и прежде, убивает Ярила в приступе безудержного гнева Потом ее дом постепенно становится непрочным И ей негде укрыться посреди студенной зимы Очевидно, в конце концов, это разозлило Марану Она больше не могла мириться с воссоединением с Ярила после смерти и возрождения Будучи богиней смерти и природы, она наложила на себя жестокое проклятие После смерти она больше не переродится в весну, богиню юности и весны Проклятие сработало, одиночество сделало из Мараны старую страшную ведьму И она не умерла в конце года В тот год суровые холода и темные ночи стали еще страшнее, чем раньше И продлились до следующего года Когда Ярила вернулся на землю, Марана умерла, но так и не воскресла Столкнувшись с жестоким и беспощадным ветром и снегом Ярила понял, что совершил большую ошибку Он не смог преодолеть холод и ночь в одиночку И весна не наступила В отчаянии Ярила решил отыскать своего отца Перуна, главного бога Чтобы покаяться и попросить у него прощения Услышав историю этих двоих, Перун хоть и сочувствовал Маране Но не мог принять это проклятие Без весны мир немедленно умер бы в беспросветной темноте и бесконечном холоде Мудрый Перун указал на грех гордыни Ярила и предрек Что если Ярила сможет еще раз предложить свою верную и вечную любовь Маране Ее гнев полностью утихнет Горда Ярила впал в глубокое уныние А пурга продолжала бушевать на земле до самого сбора урожая В конце истории раскаявшийся Ярила решил пожертвовать своим перерождением Он дал клятву вечной и глубокой верности своей умершей возлюбленной Пророчество Перуна сработало Раскаяние и память Ярила обернулись темной и мягкой весной Оставшийся на земле белобога Она охраняет здешних людей, позволяя им счастливо и мирно жить в мире Истерзанным ветрами и снегами Какая чудесная история Интерпретацию почитаем уже потом А пока идем уже по сюжету Итак, что у нас Так, это получается меня Брали в... Ой Ой, господи, что я нажму Меня брали в поддержку Вот, спасибо Так Дальше, друзья Запросы О, вас, ребят, много Мурзик Клара, Е2 Берем Мойзель Мойзель Что-то Аниохсио Берем Прозест Берем Йо-йо Берем В этот раз все добавились Отлично Просто шикарно Все, ребят, вы у меня тут все есть Вот это я, кстати, не знаю, что это такое Расходящаяся вселенная Это вы что-то там себе помечаете Прикол Так Мы идем в достижения Которых мне тут опять что-то хера Дави на газ Действуйте союзниками 100 раз в одном бою Окей Джекпот Сделайте так, чтобы противник-торговец Удачи из труппы Кошмарики Выполнил джекпот один раз Ага Окей Игрок номер один Надолете тысячи противников виртуальной вселенной Есть Одинокий волк Выиграйте в бой только с одним персонажем В отряде 10 раз Искусство, что превосходит речь Смените тему сообщений в первый раз Окей Клинок четырех с времен года Осводите любую технику выше уровня Как рыба в воде В хрониках становления мастера Ааа Ну вот вы мне даете все эти награды Класс Рассекает облака Остро как меч Вода Достигните уровня клинок души В мастерстве фехтования В хрониках становления мастера Нерасчехленные лезвия Акама Собери все возможные концовки В хрониках становления мастера Преодоление плата Повысить тренировочные характеристики До 300 единиц За один раунд тренировок В хрониках становления мастера Есть Хроники становления отдыхающих Включите в программу тренировок Только прогулки без тренировок В хрониках становления мастера Одна учеба, никакого безделия Бедная Марта не знает веселья Тренируйте до тех пор, пока настроение Март 7 Не достигнет нуля в хрониках становления мастера Что еще? Что? 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 Вот это? Следы на пути, читайте, реактивуйте следы Или поднимите их уровень 100 раз Еще что-то есть Это что? Третичное измерение Используйте технику 300 раз Ладно И так, теперь Теперь смотри, смотри Подписчик мне Один написал, давно никто как бы Не писал в группе ВКонтакте мне Что свой ник Так что я могу его взять Куда, куда, куда Чашелист Багровый, пожалуйста Мне как раз нужен бутон небытия, потому что Я нацелен получить черного лебедя Вот, поэтому мы сейчас сыграем Как раз у меня есть Время А, так Подожди Подожди, 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 подожди Мне кто нужен? Мне кто нужен? Получается Этот транслетчат в любом случае Так, так, так И мне написал Мурзик Так, подожди А мне какой нужен тогда Мурзик? У меня есть вот это У меня есть вот это Электричество Мурзик, если у тебя есть электричество Это будет отлично У тебя есть Клара Дальше Дальше, 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 дальше Как неудобно Было бы проще Я вот об этом Подумал Что было бы проще Если бы Тут был просто список Друзей О, Химеко Был бы список друзей Я на него жму И там три Варианта И Лоча Ага А Лоча у меня есть Давай возьмем туда Химеко Так Да мы должны победить В целом Я думаю Эй Мурзик Вся надежда на тебя Жмешь, короче На персонажа А О, блин Вообще нормально А, ну наш 80 уровень Все Че я парюсь-то Они все их одолеют Нажимаешь, короче На Ник А там Сразу Три Всплывают Его персонажа Удобно А он берет Раскидывает Подожди Как так быстро В смысле Обычно же было дольше Мурзик Че за дела Ты всех победил Просто За что Я в шоке Я в шоке Ладно, давай еще раз И вот Рекламка Рекламка Как бы Если ты хочешь Как Мурзик Попасть в мое видео Тоже вот так вот Покрасоваться Показать какой у тебя Крутой персонаж Как ты его прокачал Блин, господи Короче Хер с ним А я не могу Я не могу вас сразу запустить Что вы Бились А то я не могу Ничего сказать Вот Четырех нам хватит Как раз Блин Все заново Да господи А давай Клару возьмем Похер вообще Давай Клара Теперь Так вот Если ты Хочешь попасть Как Мурзик В мое видео То в группе ВК Есть Ссылочка В мою группу ВК В описании Там есть Обсуждение И там ты можешь Написать Свой ник И пожалуйста Будешь мне помогать В чашелистах Когда мы откроем Когда мы откроем Что-то Еще Типа Да Всяких Пещер Или где там Еще можно Поддержку Я могу Убрать тебя И туда Но пока что У меня открыт Только чашелисты Поэтому Можешь красоваться Только В чашелистах Поэтому Как-то так Это получается Буду ждать Твой Твой ник В Мой группе ВК И тогда Я тебя сюда Возьму И все Будет зашибись А че Клара не побеждает Блять Вы посмотри На нее Что он делает Она не работает Зараза Мурзик Клара Меня Обманула Я думал Не все Мощные С 80 уровня А оказывается Нифига Оказывается Нифига Окей Ладно Пусть Это сражаются Я тебе Вот так Скажу Я тебе Скажу Так Так Я тебе Так скажу Что Вот мы Прошли Март Вот эти Хроники Они как раз Уже вышли Я их ел Очень долго Была дикая Задержка Я думаю Что Мы можем Еще проходить Следующие Ивенты Которые Вот сейчас Есть Он там Тоже Какие-то Сражения Но Как это будет Происходить Не знаю Сейчас Нам нужно Пойти На Экспресс Там Какой-то Зал Забвения Или что-то Такое И после Этого После Этого Вот И после Этого Будет сюжет Все Мурзик Спасибо тебе Большое За твою Помощь И я уже Говорил Что нужно Делать Не забывай Пиши Ники Все Жду Всего Хорошего Вот так Вот Понимаешь Человек Написал Человек Попал Вот так Все Работает Очень легко И просто Теперь Смотри У нас Есть Тут Миссия Точнее Не столько Миссия Сколько А нет Это же Миссия Смотри Это миссия Я не вру Есть 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 Подожди Космическая станция Вот Мимолетные огни Но еще Вот это Вернитесь К помпом Давай Вернемся К помпом Перейти Телепортироваться Мы сейчас Как бы Все это Поделаем Что нам Здесь Нужно Сделать Ой Ролики А Музыка Играет Приятно Долго Нас Помпом Сдал Перва Спросите Упроводника Что Случилось А с Каких Порт Разговаривать Начал А что Везде Добавили Его Озвучку Я не вижу Чтоб ты плакала Помпом Ганте Зачем мне снова Тебе понадобится Какой у меня Вот Это самое главное С чего стоит начать Получить Давай 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 Сто кристаллов Дают О Нефрита Нефрита Сто дали Класс Давай Ой Еще и билетик Дали Ой Как шикарно И обувку Дали Женщина И одежду Дали И Еще Сто Нефрита Дали И Еще Что-то Дали И Эйдалон да ты что погоди погоди и дал он что последний последний талант первопроходца срабатывает и тогда когда он побеждает противника окей хорошо спасибо все прокачат по максимуму просто ваще огонь так давай помпом дальше а зачем я снова тебе понадобился помпом очень плохо разбирается в сообщениях и постоянно все путает не забывай заглядывать на экспресс время от времени гантем помпом хочет чаще видеться с тобой он думает что причина по которой тебе пришлось позвать самая обычная ганты оказывается ли ты оказывается ли ты сбит с толку или испытывали затруднения на своем пути ни разу это совершенно норм а самом деле ох и что же мне сказать дальше в книге о таком ответе ничего не говорилось и и приятно видеть что ты не останавливаешься на пути к совершенству ганты вот твоя награда забирай скорее обнимашки а о том что только что было пожалуйста никому не рассказывай просто небольшая оговорка вот миссия завершена вот можно мне такие миссии делать это это шикарная миссия и где-то странная штуковина я не знаю но точно где-то здесь никто не знает экспресс о кивили лучше чем помпом что-то здесь не так помпом это чувствует можешь помочь мы должны найти это вот мимолетные огни пошли найдите странные феномены звёздного экспресса миссии правда планете почти так следит сточит ст stitch 150 к stamp stitch вам пришло сообщение от помпом на экспрессе появилось что-то странное и возможно вы сумеете это поймать но как вы же не участник команды охотников за странностями но проигнорировать просьбу вы тоже не можете просто нельзя это проигнорировать это, блять, потом это просто играешь, это как виртуальная вселенная. Она как бы нахер не нужна в целом тебе, чтобы идти дальше по сюжету, но что-то же можно открыть. То есть вот это. А я смогу с вами поговорить? О, и ты вернулся. Рано тебе видеть гиганты. Кимека, ты ничего странного не заметила? Нет, но раз Помпом так волнуется, значит что-то на экспрессе должно быть. Не беспокойся. Есть еще один способ отыскать эту штуку. Тратить время на это конечно жаль, но мы не можем позволить нашему проводнику волноваться. То есть ты не видишь этого зеркала, ты мне хочешь сказать? Кажется проводник очень нервничает. Конечно, нашему проводнику Звездный экспресс очень дорог, поэтому когда ему что-то угрожает, Помпом места себе не находит. Так что присмотри за Мартиком. Не давай ей копаться в оборудовании экспресса. Что я могу сделать? Посмотри вагон, может быть заметишь что-то странное. Окей. Да, Вельт, иди сюда. Тебя тоже вызвали. Кажется, на этот раз у Помпом все серьезно. Господин Вельт, вы ничего необычного не заметили? Нет, не заметил. Я хорошо чувствую опасность и дурные намерения, но в поезде я ничего такого не ощущаю. Это может быть невидимое существо. Галактика большая, в ней всякое встречается. А что это за странная штука, о которой говорил проводник? Не знаю. Помпом говорит, что это просто интуиция и ничего конкретного не знает. Когда речь заходит об экспрессе, я доверяю интуиции нашего проводника. А где Март-7 и Даньхэн? Химека отправила их в другой вагон. Тут и нас хватит. Ладно. А, подожди. То есть это не совсем то? Или что? Давай музычку поставим. У нас же дофига их. Вот, новая, милая. Лянь, сколько их. Ёпта. Они как-то пометятся? Нет. А, смотри. Я что-то не понял. Вот. Новая, да? Вот они отмечены. Ну-ка. Мой. Нет. Она мне не нравится. Это что? А, это чисто белобокские песни? Да. Да, прикольно. Как же вы долго начинаетесь? Можно мне сразу с середины начинать? Ага. Я думал, вообще, что-то левое будет открываться. Ага. А не просто музыки... Музыки из... Такого не помню. Мне нравится. Всё. Вот. Выбрай трек. Месье, госпожа, я иду к вам. То есть мы должны тут что-то найти. Что-то странное, типа, да? Окей. Ммм, какая странная... Что? Люстра. А, лампа. Излучает мягкий свет. Вы что, есть мочи? Выглядывайтесь в неё. Да, это называется просто свет. Вы осмотрите всё. От корешка до последнего листика. Переворачивайте каждый кулачок земли, но не находите ничего подозрительного. Бля, да что не так, а? Да где эта штука? Я не могу понять. Кто мне нужно смотреть? Неужели вот это странное, необычное зеркало, которое тут стоит уже хер знает сколько? Ваше внимание привлекает зеркало. Вы растеряны. Откуда здесь взялось зеркало? Зеркало разбито. Почему его никто не починил? И в кого это я такой симпатяга? Ну да. Хороший вопрос. Но зеркало не может вам ответить. Вы даже не помните, чтобы такое зеркало было на экспрессе. Ещё были странно, что остальные пассажиры как будто и не заметили появление зеркала. Может стоит проверить его ещё раз или спросить о нём кого-нибудь. Для экономии времени стоит посмотреть самому. Что, блядь? А, вот, спасибо. Вы подходите к зеркалу и видите, как в нём появляются человеческие очертания, но отражение совсем не похоже на вас. Это девушка в капюшоне. Лицо её скрыто под странной маской. Вы даже не успеваете ничего сделать, как она уже выходит из зеркала. О, ух ты, вот он какой, Звёздный Экспресс. Да, это он. Кто ты? Получай, чудовище, на нахуй. Вы не даете ей сказать ни слова и тут же замахиваетесь битой. Но та проходит сквозь тело девушки и зеркало, словно их и не существует. Не бей меня, я не враг. Я послание к Саду Воспоминаний и в ближайшие дни я буду находиться здесь, на экспрессе. Приятно познакомиться. Э, взаимно. У тебя есть разрешение проводника? Сад Воспоминаний? Что это? Я объясню. Сад Воспоминаний – это группа последствий Эона Фули. Становясь посланниками памяти, мы отказываемся от своей физической оболочки и путешествуем по вселенной в бестелесной форме в поисках самых ценных воспоминаний для Фули. Раз я смогла прийти сюда, значит тебе знакомы понятия памяти и Садовоспоминаний. Твои собственные воспоминания открыли воспроизводящий канал для Сада, позволивший создать мой образ в твоем разуме. На самом деле мы даже можем тихо следовать за тобой и нас никто не заметит. Но Сад считает, что ты не обычный человек, у тебя есть крайне редкие и ценные воспоминания, и в будущем их станет еще больше. И поэтому я решила, что лучше познакомиться с тобой. А еще заметила, что ты знаешь и о ворах памяти. И о ворах. 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 Сад не хочет, чтобы в твоих глазах мы были грабителями. Мы действуем только ради благой цели. Ну что, надеюсь, я смогла развить твои подозрения. Когда это я мог узнать эти понятия? И что это за благая цель? Чем ты отличаешься от вора, тайно пробираясь на борт Звездного Экспресса? Да. Да, всем. Начнем с того, что у меня нет тела, а значит я не могу незнакомо куда-то пробраться. То есть ты что-то вроде двухмерного персонажа? Так ты крадешь тела? Что? Ооо, именно, считай меня кем-то вроде девочки с плаката. Тебе же не придет в голову обвинить картинку в воровстве или мошенничестве, да? Не будь, эээ, не буду ходить вокруг да около. Я тебе не просто так все это рассказала, Гантэ. Сад хочет сохранить твои воспоминания. Мы их не заберем, не волнуйся, мы просто хотим скопировать ценные моменты. Считай это сделкой по обмену. Это зал за обвини, он создан специально, чтобы сохранить твои воспоминания. Надеемся, что ты будешь сюда регулярно заглядывать, чтобы освежить забытое. Сад будет брать то, что ему нужно, а взамен ты получишь разные предметы и цветовые конусы. Клянусь памятью своего старого тела, что ты не понесешь никаких потерь. Ну... Посланник. Хочешь вратить в зал за обвини? Ну конечно, ёпт, я для этого сюда и пришел. Открыто новое воспоминание, что я не успел прочитать. На следе возвышающейся цитадели елило шесть. Так, смотри, два, три воспоминания, воспоминания. И сколько я тут должен проходить? Это все на запись или что, блядь? Или следующее не откроется. Каждый этап зала забвения имеет особую механику окружения. Турбулентность памяти. Ветреный урон от всех союзников повышает на 50%. Для достижения цели используйте турбулентность памяти с умом. То есть, ветряной урон. Должно остаться 10 циклов памяти, цикл после победы. Должно остаться 14 циклов после победы. Не более одного павшего персонажа. То есть, дань хэн. И пиздец. То есть, ты. То есть, зарянка. То есть, а, ветряной. Зарянка и рацию пусть будут. Да? Да. Пускай. И что это из себя представляет? Я чуть читал. Так, хорошо. Осталось 20 циклов. Да будет так. То есть, мне нужно одолеть. Повышение силы атаки. Лоча делает вот так. Зарянка делает вот так. А рацию делает вот так. Но это беспонт. Вообще, да? Не знаю, что мы натворили. Я все активировал. Все, что можно. А вы можете сами сражаться? Что это? Что за пауза? Давай. А мы пройдем как бы сразу, да? То есть, я так понял, что это понял, ну, как в Mortal Kombat, что мы идем просто по лестнице, типа, дальше, дальше, дальше. И должны продержаться как можно дольше. Я понял, что в этом смысл зала забвения. И мы должны получить цинь цю из-за этого. Если мне память не изменяет. И все должно быть нормально. Так же, я слышал, что многие говорят, что автобой это вообще залупейшин. Я понимаю это. Ну, ты тоже меня пойми. Я это понимаю. Но я не вижу смысла мне тратить время. Я лучше с тобой поговорю. Посмотрю, как они сражаются. Они все равно их одолеют. Видишь, пожалуйста. Все пройдено. Воспоминания один. Класс. Вернуться в зал забвения. Что это сейчас было? Что такое? Тебе плохо? К такому будет сложно прибывнуть. Ничего, все нормально. Зачем там надо еще и драться? Тоже мне интересно. Сильная стимуляция ослабляет защиту подсознания. Это наш единственный способ скопировать твои воспоминания. В будущем просто регулярно заходи в зал забвения, и мы будем давать тебе хорошие награды. Кстати, лучше, если о моем присутствии на Звездном Экспрессе больше никто не узнает. Я не буду появляться перед твоими спутниками, так что ничего им не говори, ладно? Нет, они должны знать. Это будет нашим секретом. И что мне тогда им сказать? Можешь сказать, что это было фазовое пламя и дух любопытства. Они часто появляются и исчезают, так что в них многие поверят. Если захочешь снова поговорить со мной, просто подойди к зеркалу. Так, и все, да? То есть мы прошли мимолетные огни. Зал забвения. Пройдя зал забвения и выполнив определенные условия, вы получите памятные звезды. Определенное число памятных звезд дает памятный подарок. Ага. Так, вот. Мы прошли, получаем награду. Это что? Мы, дикий огонь. Цветовой конус. Улучшите четырех любых персонажей до уровня 40. Это мы сделали. Улучшите четыре любых световых конуса до уровня 40. Это мы сделали. Пройдите воспоминание третьего зала забвения. Это мы можем сделать. Завершите миссию усвоения. Возвращение. Это еще не скоро. Улучшите четыре любых реликвий до уровня 3. Такое нам доступно? О, доступно. Усилить. А, и ты всякую-всякую, блядь, добавляешь. А, так. А как очистить все? То есть я могу взять вот это? До уровня 3? Пожалуйста. Усилил. А, вот плюс 3 теперь тут отмечается. Пофигу, давай любые усилим. Усилить. Мне просто до уровня 3 прокачать ей, пожалуйста, и все. Есть. Тоже. Пошли. И вот эту штучку давай. Курточку. Куртейку. Раз, два, три, четыре. Пожалуйста. Все готово. А, четыре. Сука. Вот это давай усилить. Пожалуйста. Вот это сюда. Раз, два, три, четыре. Вот. Вот так. Все, моя награда. Забираем. Смотри, показываю только один раз, как это делается. Запоминай. Так. И что? Получается мы в зал забвения, да? Можем еще раз пойти. Ты смотришь на девушку в зеркале. Как вы объясните это своим спутникам? Она тихо смеется, словно видит вас насквозь. Ээээ. В смысле? Что вы тут присели? Ой. Нашлось что-нибудь, Ганте. Сказать правду, не говорить, что это посланник. Да мне не поверят все равно. Давай скажем правду. Здесь есть кто-то из адов воспоминаний? Прямо в поезде? Похоже, что слухи не врали. Эммонаторы памяти не имеют телесной оболочки, а видеть их могут только те, кому они позволяют. Звездный экспресс это во мне парк развлечений. Куда может прийти любой желающий? Надо ее прогнать. Ммм, соглашусь. Иметь дела с адом слишком опасно. А с памятью? Это тоже довольно странно. Не волнуйтесь, проводник мы придумаем, как быть. Большое спасибо, Пом. Да, с хера ли я должен тебя с это... Миссия завершена. Я должен с тобой вот это вот все обсуждать. Что это было? Куда ты полетела? Ой, женщина появилась. Женщина передо мной появилась. Вот, зал забвения. Пройдите на следе возвышения цитадели, чтобы открыть воспоминания хаоса. Ага. Что это такое? А, это сюда. Что мы можем получить? То есть... Получено всего 45. И наград памяти. Как тут много всего, и я даже это не изучал. Подожди, а где? Почему мне не дают? Вот. А, зала 3. Давай, короче, получим Цинцюи. Получим Цинцюи и пойдем по сюжету. Эх, я тут решила тебе довериться, а ты все равно взял и выболтал мой секрет. Да ты... Я им верю. Я тебе не верю. Мне очень жаль. Вот, я тебе не верю. Придется мне... Тогда блокируйте у них эти воспоминания... Это воспоминание. Извини, но другого выбора нет. Никто, кроме тебя, не должен обо мне знать. Как только мое ключевое слово появится у них в памяти, оно должно быть изменено. Поэтому ты мне не веришь. Я не причиню им бреда. Но у сада свои правила. Хочешь ватив за забвение? Ватив за забвение? Ватив бесценной ценности? У меня к тебе вопрос. Ладно, спрашивай. Насчет Фули и сада воспоминаний. Постараюсь ответить. Расскажи мне о Фули. Я могу вложить в тебя воспоминания о Фули. Девушка взмахивает рукой, словно кидает на воду камешек, и от которого расходятся круги, и вы вдруг вспоминаете. Фули Эон Пути Памяти хранит драгоценные воспоминания умирающей вселенной для ее возрождения, которое когда-нибудь наступит. Здесь воспоминание внезапно обрывается. Это все. Меня не удостоили честью наблюдать за тем, что довелось испытать Фули. Расскажи мне о саде воспоминаний. О, а разве я до этого не рассказывала? А память-то у тебя дырявая? Внезапно вы вспоминайте прошлый разговор, и ее слова звучат у вас в ушах. Сад воспоминаний – это группа последователей Эона Фули. Становясь посланниками памяти, мы отказываемся от своей физической оболочки и путешествуем по вселенной в бесстелесной форме в поисках самых ценных воспоминаний для Фули. Теперь-то вспомнил? Зачем собирать воспоминания? Исчезновение осязаемого неизбежно приведет к разрушению неосязаемого. Ты посмотри на вселенную, легион антиматерии прошелся по ней, а пламя от цивилизации горит так же уверенно, как свеча на ветру. Даже без нанука множество миров катятся в закату. А если мы позволим памяти от цивилизации исчезнуть, это будет непростительным истреблением. Поэтому сад решил собрать и сохранить память. Когда катастрофа пройдет, осколки этих воспоминаний станут слепком для возрождения всего, что было утеряно. Я хочу спросить еще кое-что. Про тебя. Меня? Каково это потерять свое тело? Я чувствую себя более легкой и свободной. Каждым ее словом, ваши руки и ноги тяжелее, это вы все больше чувствуете вялость и усталость. Ваше тело словно бетонная оболочка, и оно движется медленно, как улитка, медленно, как текут столетия. Теперь мне не страшны ни жара, ни холод, ни боль, ни жажда. Я не боюсь пуль или солнечных бурь. Я больше не человек. Нет тела, нет и адреналина, окситоцина, дофамина и других веществ, которые создают эмоции. Это значит, что у меня более нейтральный взгляд на мысли и желания людей. Можно сказать, что я на один шаг ближе к свободе воли. Конечно, есть и свои минусы. За эту свободу мне приходится расплачиваться тем, что передвигаться я могу только при помощи чужих воспоминаний. Так что, если подумать, можно ли считать такое существование свободным? Девушка внезапно впадает в глубокую задумчивость. Ты можешь заглядывать в память других людей? Да, я могу действовать только с помощью чужих воспоминаний. Каждый раз, когда я появляюсь, двигаюсь и исчезаю, я считываю чужие воспоминания. Если боишься, что загляну в твои или украду их как... или украду их или как-то изменю, то не стоит. Хранители памяти проходят серьезное обучение, и любая манипуляция, которая нарушает наши законы, сразу же меня уничтожит. Хотя воры памяти и могут обойти эти правила, но я не из них. Как ты выглядишь на самом деле? Хочешь знать, как выглядит мое лицо под маской? Хм, тогда собери достаточно воспоминаний, чтобы обменять их на такое знание. А, серьезно? Про мои воспоминания? Конечно, давай. Ты можешь восстановить мою память? Ты меня куда-то заманиваешь? Нет, это запрещено, а я законопослушный хранитель памяти, и я отказываюсь. Почему мои воспоминания такие важные? Ты сосуд Сталарона, опухоль всех миров. И раз ты не можешь выжить... И раз ты не просто выжил после того, как он проник в твое тело, но еще и можешь использовать его силу... Какое прошлое и будущее будет у твоего создания? А какую память оно оставит для вселенной? Сад воспоминаний очень в этом заинтересован. Почему тебя помню только я? Извини, но я ограничил воспоминания обо мне и обо мне у других. У каждого свои уникальные воспоминания и о себе, и о внешнем мире. И чтобы сохранить их чистоту и независимость, давай держать наш уговор в секрете, хорошо? Я хочу спросить еще кое-что. Так, больше нет вопросов. Хочешь в зал забвения? Так, что такое бесценные ценности? Вот, то есть я могу, получается, покупать, покупать кучу-кучу конусов. Это что? Тоже, тоже много всего. Хорошо. Да, я хочу зайти в зал забвения. А это просто награды. Окей. Но мы их быстро одолеваем. Ледяной урон от всех союзников повышается на 50%. А я вас могу заново, да, собирать? Так, ледяной урон. Пожалуйста, у меня есть пела. У меня есть вот ты. У меня есть лекарь. И у меня есть... Сервал. Погнали. Ой, я не прочитал, что нужно сделать. Ну, это все. Это... Так, а мы еще можем усиливать, да? Так, ты не усиливаешь. Вот Лочи делает вот так. Герта делает что? Ага. Ну и вот так. Все. Сейчас у них тут все пробиться к херам должно. О, пожалуйста. Пожалуйста. Просто пришли и раздали. Ты не офигевай. Ты не офигевай. Алло. А, я думал, вы уже тут сами из-за меня играете. Все, мы можем идти. Нет, еще. Но... Но сейчас пойдем. Эх, чуть-чуть не пробили. Но мы-то выживем. Выживем. Он же один остался. Поэтому давайте его. Доделывайте. Слушай, возможно, у нас будет сегодня серия чисто по залу забвения. Ну, как бы, посвятим уже полностью этому залу. Я просто не совсем понимаю, есть ли смысл его проходить, потому что все будет похоже. Постоянные, бесконечные сражения, никакого адекватного сюжета. Третий. Это еще закрыто. То есть, это доступно после прохождения воспоминаний. 25 наследия возвышающей вселенной. А у нас тут их сколько? 15. Завершите отважный дракон в безбрежном океане, чтобы открыть. То есть, в целом, я типа прошел и все, да? Так, огненный урон. Так, давай. Кто у нас с огненной? Ты. 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 И... Что нам еще нужен? И пусть будешь ты. Вот, давай. Отлично, я считаю, отряд получился. Так, получается. Что получается? Галлахер, ты что делаешь? Нет, ты пиздишь, я забыл. Блин, и ты... Ай, ладно. Попали, как попали. Давайте, сами с ними разбирайтесь, как хотите. Я надеюсь, что у вас все получится. Будет плохо, если мы вдруг проиграем почему-то. Но нам должны дать Цинь Цюи. И, наконец, понимаешь, еще самое странное, что почему-то в журнале путешествий сразу висело, что пройдет зал забвения и получишь Цинь Цюи. Нихера себе 21 уровень освоения. Сколько до него приходилось идти нам? Ну, ничего. Ну, ничего. Не подвисай, пожалуйста. Это очень важно. Виснуть нельзя. Сука. Ноутбук, что ли, такой горячий у меня? Господи, какие лаги. Я думаю, что все должно быть нормально. Прекращайте. Так, ну мы победили его. Все. Прекращайте. Быстренько уходим отсюда. Получаем нашего... Что еще? Не все? Вот, теперь все. Так. Вернуться в зал. Так, где нам получить? Я прошел. Вот, журнал путешествий. Вот. Получить персонажа. Спасибо. А-а-а. Так, это еще что? Не понял. Завершите миссию свинья отважный дракона в безбрежном океане. И пройдите в восстановление Асинжоу первого зала забвения, чтобы получить персонажа Юй-кун. А у меня он еще не готов. Вот так. А, и вы просто говорите, что ты можешь получать персонажа. Окей. Я понял. Нет, Эйдолон, давай тебе поставим. Наносимые сверхспособности от Синьсю и урон повышается на 10%. Хорошо. Вот, мы его прошли. Короче. Все, я понял, что это бесполезная вообще трата времени. Это я пройду уже потом. Вот эти все 5, 6, 7, 7. Оно все будет повторяться. Я не вижу в этом смысла. То есть, если виртуальная вселенная, она как-то будет меняться каждый раз, что-то новое будет привноситься. И я буду ее просто проходить. А тут я пройду вот эти 15 залов. И все. Потому что даже, смотри, если я сейчас зайду в четвертый, все будет то же самое. Физический урон. Состав это, что это? Противник броня. Слушай, а мне интересно. А мне интересно. Их 42 уровень. Физический урон. Пожалуйста, вот так. Вот так. Потом возьмем, чтобы нас лечили. И возьмем огненный. 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 Давай, чтобы она нас... Да, вот так. Блин, интересно, собака. Что ты будешь делать? Вон она стоит. Так, ты бьешь. Ты тоже вроде бьешь. Лоча лечит. Опа, на. А, Гантэ просто тоже лечит. Да прекрати лагать, альло. Сейчас мы их всех одолеем, окей. Там будет куча разных персонажей. Точно, я вспомнил. Я об этом читал. Что там будет много популярных персонажей. Которыми ты будешь сражаться. А вот это, я тебе скажу, уже интересно. Вот это действительно интересно. Так, значит, сейчас будет у нас броня. Но мы уже с броней драться не будем. Броня уже за нас. То есть у нас там на пути получается, ё-мать. Вот с ней нужно сражаться будет. Нет, ой-ой-ой, нет. Остановись, остановись. А можно не бить, как отменить. Ай. Отмени. Блин. Ладно, хрен с тобой. Но тут все на нее, на одну. Во, тут с босса, тут прям боссы пошли. Вот это уже интересно. Это я согласен. А, она еще призывает. Я думаю, они справятся сами. Хотя, вообще не факт. А что? А какая у нее уязвимость-то? Она нас сейчас убьет. Так, короче, ясно. Беру все на себя. Самый адекватный вариант. Берем все на себя. А какая у нее... Или никакой вообще? Да, видимо, у нее никакой нету... Ой, восстанавливай. Ой, так можно и помереть. Просто бьем ее. А то они сейчас возьмут. Вот, одиночная атака. А что из них сильнее-то? По идее, Ешка сильнее. Так. Что это она делает? А, продвинула своего дурачка. Ничего страшного. Ничего, ничего, ничего. Я просто боюсь, что они возьмут и потратят не на нее, а на против... А на ее союзников. Вот, получается... Лоча, Аста и Гантэ могут ее бить. Да, в целом все. Остановить кого-нибудь надо? Не надо. Значит, пробиваем ее. Одинаково бьет. Значит, сделаем вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я тут уже соображу сам, что мне нужно делать. Спасибо. Ой, нифига ты стреляешь. Ты что, ебанулась, что ли? Возьмите, получите. О, теперь мы тебя заешкаем просто. Хотя, ладно. Будем накапливать. Ой, нет, надо было... Тут нельзя накапливать. Давай, короче, бьем ее. Хер с ним. И добивай ее, пожалуйста. Лука, добей. Вот. Слушай, а сложно? Мы не пройдем дальше. Я понял прикол. Мы дальше-то не пройдем. А кто дальше? Вот это легко. Электрический урон. Получается, у нас электрический только ты. И все. И Орлан. Орлан мне не нужен. Значит, вот так, вот так и вот так. Норм. Норм. Погнали. А кто будет дальше противником? Так, сначала Лоча. И рацию. И вот так. Красиво. Это было очень красиво. Боже, да что за лаги. Я не понимаю. Надеюсь, это у меня так все просто. Показывать ОБС. На самом деле все будет не так плохо. Короче, я решил. Сегодня серия будет только по залам. По залам. Ну, понятно. Это не сильно-то... Не сильно-то страшно. Если так подумать. Ну, что ты призываешь их так много? Поддерживай. Поддерживай. А, не бой. Да, блядь, как мне отменять? Напиши в комментариях, как можно, блядь, отменить? Если я уже выбрал суперсилу. Я не хочу ее применять. Ладно, применил. Хер с ним. Давай его будем валить. Насколько это возможно. Ай, больно. Бляха, муха, больно. Пробивай. Хоть кого-нибудь пробей, пожалуйста. А что там такие мощные? Так. Ты пробивай. И его бей как раз, да. А то он еще возьмет суперсилу, применит на вот этого Нина босса. И что тогда делать? Тогда все. Конец. Вот. Давай, Рацу. Молодец. А, она закончила петь? Она закончила петь. Рацу, Рацу, бей правильно. Ох, еб твою мать. Это как так? Молодец, давай. Просто пиздец. Чего-чего? А такого я не ожидал. Так, ты же себе восстановишь в жизни после такого удара? Восстановил. Ты себе восстанови чуть-чуть. Ты себе восстанавливай. Блядь, он... Он следующий. Все, Зарянка мертва. А, нет. Ой, нет. Прекрати, какая-то... Вот, не надо. Прекратите. Прекратите. Восстанавливай Зарянку. Вот это жесть. Вот это я понимаю, жопа. Так. Все очень плохо, я тебе так скажу. Все максимально плохо, Рацу сейчас поляжет. Все. Он стреляет, да? Нет, он еще... Так, вы че? В смысле? В смысле? В смысле? Минус два. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это все. Это, блядь, крах всего. Сразу минус два. Ай. Ну мы-то че? Мы должны победить. А Зарянка не побеждает. Она же не бьет. Давай, пожалуйста. Давай, ты сможешь. Блядь, что я натворил? Что я натворил? Все. Остался только один Лоча. У которого два варианта. Либо лечить, либо бить. Охуенно. Ай-яй-яй. Восстанови Зарянку. Конечно, толку-то о нее будет немного. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Не дай... Не надо ходить. Ах. Ай, Зарянка. Ай, Зарянка. Ай-яй-яй. Молодец. Молодец. Лоча держится из последних сил. Зарянка еще жива. Это какая-то жесть. Это... Это... Вот это мне уже нравится. Так. Так. Сколько у тебя жизни осталось? Я не специально. Я не специально. Нет. Я не специально. Я проиграл. Рекомендуем уровень отряда 44. Вот и поиграли. Почти выиграли. А отряда. Тут 40. То есть 40, 50, 60, 70, 80. В смысле? А тут будет какой уровень? 1500. Что это за хуйня? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Либо, конечно, отряд говно. Я тоже соглашусь. Все может быть. А-а-а-а-а-а. у ребят у наших а у нас пока 30 как ты видишь то есть выше сорокового то все будет отлично уж так мы будем просто отхватывать постоянно так значит теперь идем при а ёпту мать я забыл испытание блять персонажей прикинь я забыл презентация талантов алло фейсе он давай начинаем короче вот у нас и вышел серия сейчас про испытания проходят а потом крутим лебедя и заканчиваем атаки союзников позволит накопить заряд фейсиау использовать юан сверхспособность атаки союзников могут активировать бонус атаку фейсиау повышает скорость перемещения во время исследования и притягивает противников чем больше противников притягивается тем больше урона не получают мне такое лицо было бледное а так здорово я использую технику чтобы повысить скорость перемещения и притянуть противников да я не хочу она прям ухты ухты чем больше противника притягивается тем больше урона не получают прикольно все лагает а все 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 а мне нравится надея они тут показывает что такая сильная на самом деле у меня такая не будет сильно когда фейсиау использует технику она получит повышение скорости и способность притягивать противников по чем больше противников притягиваться тем больше урон они получают хорошо хорошо но такое здорово я не могу сменить мне короче кажется она очень большая побежали и босса с собой захватить вот так и всех босса просто фигачим 1 2 3 4 ах тут не получилось наносит ветряную урон выбранному противнику выполняет бонус атаку описано в таланте персонажа так противника может истощаться независимо от типа уязвимости ай хорошо 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 как много текста блять я уже натренировался о что у тебя за сила что сейчас произошло ты просто ему все снимаешь а а что ой нет а я тебя могу вот так просто фига ты чё делаешь вообще поддержка поддержи а прикольно мы так не делали такому нас не учили а мы его еще и пробили тоже особо не трать и последний до босс пришел а да все на него все понятно еще не возможно используя до твою силу а что вот это все тоже самое да так просто когда мы играли за марта в венте а там и сама себя восстанавливала и просто фигачила как не в себя но это было странно это все может делать а по сути как бы нет и вот нужно на нее смотреть как она взаимодействует с другими персонажами чтобы понять что она может делать вот довольно жесткая а мне не дали потому что я не прошел сука сюжет я считаю это нечестно давай одиночную одиночную так или одиночную атаку не сильно а вот это одинаково не отнимают а это больше а я посчитал что за глаза появляются давай добивай его и заканчиваем на этом класс она ничего кстати но я понимаю что мне она не подойдет и мне нужно ахерон так кавка 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 срочно кавка доставляет имеющийся у противника статус с периодическим уроном нанести урон один дополнительно раз имеет несколько способов наложить на противника статус шок короче я думал использую выбить еще кавку после черного лебедя но потом понял что как бы это не совсем вариант я лучше выбью лебедя потому что на кахерон хорошо подойдет а кавку в целом можем заменить она небытие у меня есть небытие поэтому целом вообще пофигу так что мы делаем мы делаем вот так потом мы делаем тихо 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 мы делаем вот так так о сам подавно не виделись а ты кто вообще а ты такой урон да по давай пробивайся ой а ты ты всем даешь а он сразу двоих окей кавка давай я уже даже не больше она делает так непривычно видеть огнестрел взрывная атака неплохо блин а просто огнестрелом фигачит это конечно прикольно но тут понятно что в испытаниях не будет сильных персонажей они по уровню то нормальный попадают так и нам еще дали как раз сам поток нам будет набирать а все победили как быстро можно было так зал забвение проходить и моцзэ это как раз новый персонаж в капушоне отметив противника меткая жертва временно покидает поле боя такой-то нахуй пойду я посижу модзэ выполняет модзэ выполняет бонус атаку после того как противника с статусом жертвы атакуют а его ударили ладно сейчас я тоже приду ударю модзэ наносит дополнительный урон после того как противника с статусом жертва атакуют окей а что ты делаешь мы невидимые что это а это у вас такие штучки восстанавливающие побежали спринтуем спринтуем и зачем мне это просто пробегать противников нет я хочу ахер он которая будет их просто с первого раза сносить так он даже спиной он не будет них смотреть он слишком крут чтобы на них смотреть давай просто ударим сейчас проверим его другую атаку когда мы тут все это поделаем короче будем просто в одну час все делать а потом уже в другую считаю что это довольно таки логично чтобы не распыляться о так теперь ты давай вот так вот это красиво было и что ты будешь делать что поэтому он и убил так давай вот так теперь тебя нам никого восстановить не надо а где вы все вы просто внизу почему у вас все так плохо а там уже и он подтянулся мод за а ну вот они уже подходят они уже подходят эх чуть-чуть не хватило чуть-чуть а так бы и она не подошла давай 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 круто ну теперь ее а и вот еще критическое попадание это не посчитается что мод за их подбивает да урон дополнительно наносит ой а зря я наверное это да да не нормально и сейчас еще раз мод за ее добьет да да вот пожалуйста она сколько восстановилась за что ты будешь делать так все супер чем какая его теперь вот это давай долго конечно как-то прям неужели этого мне проблема вот мертвецкий пьян это я помню моды так это брать драться будешь что за херня ушел и все неужели давай давай бей добивай мы пока набираемся пока набираемся набираем супер силу чё она восстановится я просто в нее все спущу а тебя мама я могу использовать ага а дай сейчас мы ее добьем просто-напросто даже без пробитий уже давай все пойдем домой фух правились вот тебе и сюжет достижение технический победитель 1 одолеть 10 противников техникой окей ну она конечно мощно это сука мощно блять тоже интересно это все выглядит сука но но мне приходится видишь жертвовать что-то выбирать тут решать прыжочки черный лебедь я сейчас кстати верю я знаю что мы ее выбьем и конус ей мы тоже выбьем матри музыку слушай не тогда и опять же все будет лагать то смотри мне не лагает полагать будет на другом моменте что мы получили так убили берду как обычно а 100 получили а 100 мне нахер не нужно 10 прыжков давай погнали слушай я надеюсь мне хватит не хватит и нахер он сука 20 уже сделал то есть то есть мне нужно попести я я верю что мне должно повести понимаешь но я не буду есть ой господи я задел случайный микрофон я не буду так радоваться что я выбил лебедя это хорошо она как персонаж хороший ухты но я не буду этому так рад только лишь потому что я буду рад вот ахерон я прям усрусь от радости понимаешь а тут как бы просто приятно просто будет приятно нужно 30 круток и пока ничего ну ничего если проиграем то потом у нас будет возможность еще попытаться выбить ухты модзе о модзе а ну ты четырех этот четырехлистный кого можно получить полчаса аста лука и модзе окей лебедь блять а может и не выбью конусы и сука просто я я так много понимаешь накопил за все это время я думаю что я ее быстро выпью выбью конус мне сразу же попадется я в это очень нет я тебе скажу я в это очень сильно верил почему-то но я сейчас смотрю как у меня уходит этот звездный нефрит просто в никуда в никуда вот пожалуйста лука аж стихами заговорил и как бы понимаю что все нет было больше пяти тысяч сука лебедь что ты делаешь а если я ее не выбью ну и пошло ну все к херам значит будем потом больше вообще никого не кручу значит пока не появится ахерон они же как-то запоминаются эти прыжки там какая-то вот эта сложная система поэтому я ничего не буду делать сейчас все проебем на лебедя знаешь с каждой круткой пусть весь мир не стихает хорошо каждая крутка я понимаю что все довольно таки не радужно как мне казалось моих мыслях 150 уже получается давай 50 я даже ничего говорить не буду если бы ты просто есть у меня была веб-камера ты бы видел что я просто сижу в понуром состоянии я даже не хочу смотреть надо то что происходит на экране просто ты слышишь музыку и ты понимаешь что все потеряно а вот интересно если мы как бы уже все эйдолоны собрали что происходит дальше с персонажем смысле все а как так а у меня нету а у меня нету смысле а ну покупай сука все те что есть просто просто и что куда бы ой на центью и можем потратить и штуки на сушан блять а конечно блять понимаешь и как как можно играть так они это это ёбаная казино они выманют изменять деньги я не буду из принципа блять вкладываться делать мещу нихуя деньги 100 класть пошли в жопу я не буду этим заниматься если бы мне хуеверс платила бы за ролики я бы туда может быть их и вкидывал туда а так я не вижу смысла что это за приколы спасибо конечно за мод за он мне понравился но мне нравится что он съебывается поле боя просто уходит чай пить ну все все блять три прыжка последних и нахер а следующем потом обновлении здравствуй да блять я проиграл сука как так и теперь то есть сколько я сделал шестьдесят да и 60 шестьдесят одну и проебал теперь у меня еще 80 чтобы точно выиграть вот с одного по 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 80 блять химека у меня есть химека загрузился папа жа я захотел ее выбить тоже ну неплохо тоже неплохо в кларе я особо смысла не видел в химека ну в теории я его видел класс все пиздец поиграли ну еще еще есть три дня еще не все потеряно блять я даже до речи потерял я слышу эту музыку и потерял до речи как так блять блять ааааа еще есть два дня и 20 часов возможно я еще получу где-то Нефриты а возможно не и где я хотел на такой радужной ноте завершить ссссссссу robots на такой радужной ноте все завершить Непрерывный бой. Если выбранный противник во время действия луки имеет статус кровотечения, то наносимый лукой урон повышается на 15% на 2 хода. Хорошо. Кто у нас дальше? Аста. Уровень навыка повышается на 2, максимальный уровень 15. Уровень таланта повышается на 2, максимальный уровень 15. Когда появляется Аврора. Когда Аста имеет 2 или более уровней заряда, скорость восстановления ее энергии повышается на 15%. А еще у нас есть. Цена объектов дальнего космоса. Уровень сферы способности повышается на 2, максимальный уровень 15. Уровень базовой атаки повышается на 1, максимальный уровень 10. Что, все? Недостаточно. Все, да, мы закончили. А еще что-то есть. А кто? А, Химека. Химека у нас есть. Я с ней займусь потом. Эмодзе. А, давай ему сразу идолон и херанем. Клятва. В начале боя Модзе восстанавливает 20 единиц энергии. Каждое срабатывание дополнительного урона, описанного в таланте персонажа, восстанавливает на 2 единицы энергии Модзе. А еще у нас есть. Нет, всего один? Всего один. И как бы Химека. Потом разберемся, что и по конусам, что и по прокачке. Потому что я точно прокачаю. Не буду тратить на это время на запись. Просто конец серии это вынос. Я не могу. Это просто, блядь. Это истощение. Лучше бы не победить, чем победить вот так. Понимаешь? А я еще не интересовался, что такое, как можно там проиграть. Вот, вот тебе, блядь, показатель, как можно там проиграть. У меня нет слов. Смотри, следующая серия. Я планирую. Я запущу еще потом голосование. Возможно, оно уже пройдет. Потому что я же не успеваю там все записывать. У меня как-то все выходит. Как бы как, блядь. Короче. Возможно, уже пройдет голосование. Но оно, возможно, еще есть. Ты можешь проголосовать. Я думаю, что звездную церемонию можно будет попробовать пройти. Но, опять-таки, не на все вот эти вот временные награды, которых тут куча-куча, блядь, тактик изучает столько времени тратить. По сути, это, скорее всего, будет раз посмотреть, что это из себя представляет, и закончить на этом. Это может занять как раз одну целую серию. Не вижу смысла тратиться, как я это делал смарт. Это было интересно. Мне очень понравилось этот монтаж делать. Надеюсь, тебе тоже понравилось, что я там и натворил. Но... Видео-то, да, вообще, выйдет раз в месяц. И это, ну, сам понимаешь, не очень-то прикольно выходит. Вот. Поэтому такая серия получилась. Какая-то слишком сумбурная, слишком насыщенная какими-то эмоциями. Но мне понравилось в целом. Надеюсь, тебе тоже это все понравилось. Поэтому подписывайся на канал. Оставляй лайк и комментарий. Делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok